Всем привет! Сегодня мы поговорим об очередной колоде Android Nitrunner в серии видео, названной Nitrunner 2017. Особенность этих колод в том, что они собраны из карт-пула, из которого исключены два первых цикла датапаков, которые уйдут из турнирной игры, уйдут в ротации весной 2017 года. Соответственно, те, кто только сейчас начинает играть в Nitrunner или, допустим, кто-то, кто поиграл два года назад с корсетом, какими-то делюксами, решил вернуться в игру. Они сталкиваются с проблемой покупать или не покупать им вот эти первые два дата-цикла, но я все-таки предположу, что, может быть, их покупать не надо, их трудно достать, и они уйдут в ротацию и сразу надо покупать вот с текущего Sun Sun или с предыдущего лунного цикла, который тоже будет очень долго. И вот эти колоды составлены из делюксов, которые не ротируются с корсета из одного и лунного и Sun Sun цикла. Сколько текущих паков на сегодняшний день вышло, то есть это четыре пака. Итак, это колода Haas Bioroid Cybernetic Divisions. Это Identity появилась в третьем паке цикла Sun Sun, Chrome City. Вот, и вот четвертый пак вышел The Underway, и там появились несколько карт, которые очень сильно вписывают в свою структуру. Итак, Cybernetic Divisions. Во-первых, 40 карт, ну, то есть это означает, что можно делать меньшее количество аджент на 17 очков, то есть и брать, ну, реально 44 карты обычно. Берут в рамках лимита побольше 44 карты, а не 49, как обычно. И каждая, у каждого игрока максимальный размер руки уменьшен на один. То есть, соответственно, у раннера размер руки 4, и наша цель уменьшить его до нуля и дальше любым наддамагом, то есть его, соответственно, сделать флотлайн, то есть его победить. Нам помогут в этом вот такая вот адженда. Вот, Cell Destruct Chips. Максимальный размер руки раннера уменьшен на один. То есть, соответственно, зачитываем чип и размер руки уменьшен на один, равен трём. И, соответственно, на нашей колоде мы можем зачитывать адженду с руки. Стараемся это делать. У нас для этого есть B8 Playbar, так и это Hasberoid. И, ну, совершенно, вот, теперь можем спокойно с руки зачитывать за 7 кредитов и уменьшать размер руки раннера вот таким вот долгим путем. Также у нас есть, у нас размер руки 4 и какие-то дорогие адженды, которые стоят 3 очка, а вот нам противопоказано иметь, потому что мы все-таки раннеру будем стараться отдавать адженды. Мы их не удерживаем у себя, и пусть они единички получат, чем троечку. Вот. И у нас такая Jill Hens Archaeology. У нас Archaeology. С деньгами у нас проблемы. Если мы её защитим также с помощью Биотик Лейбора быстро, то у нас дальнейших проблем с деньгами тоже не будет. И ещё вот такая вот есть Синтернел Дефенс Программа. Когда раннер уносится брейн дамаг, он также терпит один нет дамаг. И, соответственно, единственная доступная нам адженда 3-2 после ротации. Ну, будем надеяться, что в дополнениях ещё одна такая, в следующих дополнениях не появятся ещё такие подобные адженды. Вот. Если нет, то будет тяжело корпорации играть. Ну, соответственно, Accelerator Beta Test. Самое противоречивое. Но, с помощью мы можем зачесть также с руки и, скажем так, положить какие-то сильные лиды, которые у нас тоже существуют. Итак, вот у нас набор адженд, он довольно большой. Ну, на 18 очков у нас 12 адженд. И у нас есть дальше основные карты, с помощью которых мы будем наносить брейн дамаг. Это Маркус Батти, как раз из Underway и Defective Brain Chips. Вот. Defective Brain Chips он гласит, что это event, current, и он не уходит, пока не сыгран другой current event или не украдена агенда. Он гласит, что когда раннеры наносится брейн дамаг, он получает один дополнительный брейн дамаг. То есть, достаточно один с этим ивентом брейн дамаг один унести, мы раннер автоматом получает второй. Соответственно, второй размер руки снижается. И Маркус Батти, это очень недорогой апгрейд. И его мы, конечно же, так как мы на ремоуте не создаем, мы его будем создавать под рукой. У нас рука самая уязвимая. Или колода, и HQ, или РНД. И он гласит, что мы можем его потрешить и потратить секрет на кредиты. 0,1,2. Если выпадет разное число, то мы делаем резолв одной сабуртины льда, который резан, который защищает этот сервер. Соответственно, только во время рана можно эту белую белку использовать. То есть, рана проходит лед, а у нас льды, соответственно, имеют многие способности брейн дамаг. То есть, вот наш самый основной, это Виктор 1 с брейн дамагом. Вот, есть хендаль дорогой с брейн дамагом. Ну и Виктор, Виктор давно без брейн дамага. Ну вот, нам Виктора и хендаля хватит, чтобы вот иметь такой брейн дамаг. Вот, и соответственно, стараемся положить, открыть. И у нас есть 66 процентов шансов нести брейн дамаг. Если у нас еще вот это лежит, то это два брейн дамага. И, соответственно, мы его значительно сильно, значительно уменьшаем размер руки раннера. После этого у нас вот три таких есть Neural Amp, которые дают Net дамаг на своем ходу за два кредита. Соответственно, если у раннера, там, допустим, размер руки один, то с помощью двух Neural Amp можем снизить его до минус одного, то есть его убить. Вот так это в первом приближении, вот, в принципе, вот так и работает наша машина по зданию брейн дамага. Тут, что привлекает? Во-первых, нам надо не с 5, а с 4, это уменьшать. И, во-вторых, абсолютная такая доступность этой комбы по деньгам, вот, и по эффекту. Вот, есть элемент Майнгеймс, когда мы тратим кредиты. Вот, и также у нас есть возможность любую часть этой комбы, допустим, Марку Собарти обратно с помощью, вот, Archive Memory обратно выкупить разбиородовской карты. Вот вся наша комба и далее идут у нас только вот такие дополнительные карты, которые нам это облегчает. Ну, естественно, H1-0, стандартный лед без него. Трудно представить себе колоду. Quicksand, это один из новых льдов. Вот, это барьер, у нас не хватает барьеров, поэтому он здесь лежит. И, как каждый раз, когда раннер делает encounter, то есть мы кладем counter и одну силу за каждый counter. Вот, на нас, у нас сосредоточено все будет на центральных серверах и к нам будет часто бегать, особенно в руку. И этот лед будет только расти с течением времени. Вот, и все больше и больше трудностей будет у раннера при этом преодолевать. Естественно, Victor 1-0. Victor 1-0, а у нас основной лед, если он нам не пришел, нам очень трудно, потому что мы за 3. Да и у нас есть сопротивный брейн-дамаг, чтобы Маркус Батти заработал. И Victor 2. Это вот такие вот сравнительно дешевые льды. Также у нас есть один Victor, тут мало льдов, потому что мало карт в колоде. Один Heimdall для брейн-дамага и два Arhitect. Архитект тоже незаменимый лед, мы можем доставать из архива обратно Маркуса Батти, мы можем инсталлить, в смысле, рано по последнему ходу кликну, инсталлить адженды, инсталлить наши апгрейды и так далее. Такой must-have лед. Итак, про архивт номер я уже говорил, очень часто надо доставать. Нейрал эмпы можно доставать, можно на том, допустим, такую провести серию. К примеру, представимся ситуацию, когда у нас, допустим, два буэтик лейбора, на руках, допустим, три нейрал эмпа, мы кидаем до буэтик лейбора и у нас пять кликов, кидаем три нейрал эмпа, минус три архивт номер и одним достаем еще один нейрал эмп и кидаем четвертый, то есть на минус четыре можем сделать. Это, скажем так, в самом таком хорошем случае, когда нам, ну, то есть, мы имеем возможность вот так вот быстро, ну, не быстро, то есть раннера при своем сочетании обстоятельств раннера пустить. Ну и у нас есть немногочисленные наши денежные карты, то есть их мало и, но они в тельняшках, то есть Shell Corporation, это апгрейд ставим на центральный сервис, там лежит Маркус Баки и туда боится идти раннер, боясь получить брендамаг, то мы просто его ставим, этот апгрейд, ну, пусть у раннера идет центральный сервер какой-то, где установлен у нас апгрейд и спокойно туда качаем деньги и раннер все равно придет, чтобы это прекратить. Ну и Хеджфанд этот традиционный. Итак, в принципе, в этой колоде нам нужно установить Виктора, лед с брендамагом, с Абрутиной и установить Марку Собатти и все остальное, скажем, дело техники, даже один нанесенный брендамаг с помощью Марку Собатти, он нам сильно облегчит, вот наш путь к победе, если мы потом защитим, допустим, чипс, у раннера две карты на руках и уж на минус 3 мы можем попытаться, ну, с комбинированием карт на руках, как-то минус 3 можно попытаться нанести, ну, а, конечно, самая такая старт ситуация, это у раннера одна карта и мы два нет дамага наносим спокойно, три с некоторым напряжением, вот такая вот колода, естественно, будет появляться новая карта, она будет дорабатываться, она далеко не идеальная и, ну, чувствую я, что вот этот архетип, когда, ну, не зря выписали такой идентити, вот, и будут, будут еще какие-то карты, которые нам помогут, помогут это сделать, вот, ну, такая вот, такая вот колода, вы увидите игру с этой колодой против Андромеды, это в следующем видео, на этом все, спасибо за внимание.